Сегодня будем говорить о выборах в Волгоградской области. Там, так же как и в других регионах, выборы пройдут 14 сентября. Четыре человека претендуют на пост главы этого региона. Давайте посмотрим. Это исполняющий обязанности губернатора Андрей Бочаров, Единая Россия. Он был назначен президентом на пост исполняющего обязанности и, соответственно, вскоре имеет все шансы избавиться от приставки ИО. Причем сделать это уже 14 сентября. Об этом мы сегодня, естественно, будем говорить с моими гостями. Компанию господину Бочарову составляет депутат Госдумы Олег Михеев. Это уже Россия справедливая. Довольно заметный депутат, известный своими довольно неожиданными инициативами, порой появляющимися. Третий участник представляет партию ЛДПР. Это Дмитрий Литвинцев. Это еще один кандидат на пост главы Волгоградской области. Ну и, наконец, Олег Булаев. Это уже коммунистическая партия социальной справедливости. Не путайте с коммунистической партией Российской Федерации. Согласны ли вы с этой позицией, что выборы в Волгоградской области сегодня может быть выборы по букве и по форме, но никак не выборы по духу? Ну, на мой взгляд, здесь два подхода могут быть. Выборы в любом случае должны проводиться, но вопрос заключается в том, что, по сути, это не является выбором, потому что есть один кандидат и, собственно, есть статисты, которые, ну, наверное, на мой взгляд, это беспрецедентно. Неконкурентные позиции были выставлены. То есть в городе вы не найдете ни одного упоминания, что будут губернаторские выборы. Ну, конкретных кандидатов, да, которые идут как бы в оппозицию. Нет ни плакатов, ни Андрея Ивановича Бочарова, да, нет никаких других. С ними сообщается, нет активной агитации, нет никаких форм, которые бы показывали, что действительно идет борьба. Поэтому, собственно, выборы губернатора, если мы о них конкретно говорим, да, сейчас, это скорее такой референдум о доверии федеральной власти, которую поставила, назначила, скажем так, Андрея Ивановича, сейчас возглавляет регион. Успех Единой России как партии на областных выборах будет во многом зависеть, насколько люди доверятся Бочарову как руководителю, некого такого предводителя Единой России в регионе. Поэтому, собственно, тут конфликтов не будет, выборы пройдут очень спокойно, и мы, собственно, наверное, увидим тут очень приближенный результат к честным выборам. Но легитимными их будет очень трудно назвать, потому что, опять же, повторюсь, Явка будет, на мой взгляд, ниже, чем обычно по региону. Александр Леонидович, может, у вас будет другая позиция? Я не знаю, что сказать, и прежде всего я хотел бы сказать, что главное здесь не Явка. Явка – это традиция, это привычка электорального поведения, она так быстро не меняется. Понимаете, Явка будет обычной, между 40 и 50 процентами. На выборы губернатора бывает чуть больше средней, значит, 50, может быть, чуть больше 50. Главное, кому будут отданы голоса. Если сегодня вы возьмете последние опросы, то по городу, по не самым благополучным районам, Единая Россия без административного ресурса в частую имеет 40 процентов, а на Селес – 48-50. То есть разрыв с ближайшими претендентами там достаточно большой. Оправдан он, не оправдан – это уже другой разговор. Поэтому я думаю, что выборы пройдут спокойно, потому что соотношение сил, в принципе, уже определилось. Оно устраивает пока всех. Не потому, что кто-то не хочет бороться за власть, а потому, что кто-то, может быть, и хотел, но сейчас не способен вступить в активную фазу борьбы. Андрей Николаевич, Андрей Сиренко, вопрос к вам. Избирательная кампания вообще ведется? Дебаты, выступления, политические дискуссии, политические баталии – это все есть? Или же все настолько очевидно, что это и ни к чему совсем? Избирательная кампания, безусловно, ведется. Ведется она, на самом деле, в традициях, совершенно привычной для нашей страны. Я бы назвал нынешние выборы губернатора Волгоградской области – это выборами Путина в миниатюре. То есть примерно по той же схеме, по которой проходили выборы президента России, и по такой же схеме проходят и выборы губернатора. Есть очевидный фаворит, есть группа, скажем так, кандидатов, которые обозначают свое присутствие и участие в выборах. Выборы демонстрируют там некую конкурентность, ну, как это бывает на выборах президента. Там есть Зюганов, Жириновский, Миронов, СССР. Тоже самый набор существует в Волгоградской области. В этом смысле, скажем так, в Волгоградской области сегодня наблюдается некое региональное издание президентских выборов. И в этом смысле, на самом деле, как достаточно предсказуем и во многом безысходен бывает результат на президентских выборах в национальном масштабе, так в этом смысле предсказуем и результат губернаторских выборов в Волгограде. Поэтому здесь, честно говоря, особо драматизма я не наблюдаю, потому что такая тенденция характерна для страны в целом. Вот сегодняшний некий такой благостный, тихий сценарий ведения избирательной кампании связан с тем, что на самом деле отсутствует заказ на скандальность, чего не было в предыдущие годы. Заказа на дестабилизацию, на раскачивание политической ситуации в регионе не существует. Поэтому, сколько бы сегодня не сетывали представители оппозиции о том, что вот, дескать, долги в регионе, то не делается, это не делается. Тем не менее, пикетов нет, демонстрации нет, никаких голодающих мамочек на Мамаме-Кургане нет, потому что нет заказа на дестабилизацию. Поэтому сегодня ситуация в этом смысле отличается от предыдущих выборов. Анна, скажите, я надеюсь, что у нас связь вновь стабильная с вами. Согласитесь ли вы с тем, что сейчас говорил Андрей о том, что есть некий консенсус, а потому нету и борьбы, нету конкуренции? Я не согласна с тем, что какие-либо формы протеста, это является формой такой дестабилизации. Получается, что форма протеста, это, ну, знаменитая такая фраза, не раскачивайте лодку. Да, поэтому это совершенно не так. Когда есть протесты, это говорит о том, что жители неравнодушны, они не аполитичны, им не безразлично, что происходит в их регионе. Но означает ли это, что сегодня жители региона равнодушны, аполитичны, им безразлично, что происходит в регионе? Нет, дело в том, что на сегодняшний день нет таких явных антигероев, так скажем, да, поскольку регион и на выборах идет под флагом, так скажем, Андрея Бочарова. Явных лиц, с которыми бы следовало бороться, их просто сегодня нет. Была бы борьба более жесткая, если бы, предположим, КПРФ участвовала бы в этих выборах губернатора, но КПРФ нет, все остальные кандидаты абсолютно фоновые, поэтому особой борьбы бороться, собственно, не с кем. Бочаров здесь выглядит каким-то бойцом невидимого фронта. И очень жаль, потому что если бы были реальные конкуренты, то, может быть, и явка была бы выше, потому что народ бы как-то участвовал в этом процессе какой-то конкуренции, и дискуссии, и дебатов. А сегодня это такое тихое мирное болото. Мы посмотрим, что в итоге получится. Тихое мирное болото, это звучит многообещающе. Спасибо большое. Напомню, выборы в Волгограде, выборы главы региона, а также выборы местного законодательного собрания состоятся в ближайшее воскресенье, 14 сентября. Я Тихон Зитко. Спасибо. Оставайтесь с нами.